Всем здравствуйте! С вами Рубрика Q&A от Центра Межкультурных Коммуникаций, где мы отвечаем на вопросы про самых известных авторов. И сегодня мы говорим про Толкиена. Сейчас узнаем, что люди хотят знать о Толкиене. Толкинисты кто это? Толкинисты это фанаты Толкиена, которые знают все с Эдиземьи, умеют говорить на языках, которые сам Толкиен придумал. Эти люди умеют все. Что написано на могиле Толкиена? На могиле Толкиена написано два имени, его и его жены, с небольшими приписками. Возле имени Толкиен написано Берин, а возле имени его жены написано Лютын. Это два персонажа, которых выдумал Толкиен для Средиземья. И это история о смертном мужчине Берине, который влюбился в бессмертную прекрасную эльфийку Лютын. Следующий вопрос. Где был снят Хоббит? Хоббит, как и вся трилогия «Властелина колец», были сняты в Новой Зеландии. Часть съемок были на натуре с очень красивыми видами Новой Зеландии, а часть была в павильоне в студии Нью Лайн Синема. Какой язык придумал Толкиен? Толкиен придумал более 20 языков. Прописал для них грамматику и лексику, на них можно говорить. Из них 15 на HP надлежат эльфам. Как Толкиен придумал хоббитов? Толкиен придумал хоббитов в один очень обычный день, когда он провел работы своих студентов. Он просто на небольшом кусочке бумаги написал «Вноя под землей жил-был хоббит» и убрал его в стол. Именно эта строчка послужила началом самого рассказа про хоббита и началом всего Средиземья. Когда и где родился Толкиен? Толкиен родился в 1892 году в Южно-Африканской республике, куда его отцар отправили по работе. Как появилась властелин колец Толкина? Толкиен участвовал в Первой мировой войне, был ранен, его товарищи погибли, и он очень возненавидел войну и был сражен храбростью и мужеством своих товарищей. Поэтому пришла идея написать роман о борьбе добра со злом. Последний вопрос. Кто жена Толкиена? Жену Толкиен зовут Эдит. Она, как и Толкиен, была сиротой и жила по соседству. Когда они познакомились, Толкиен был еще подростком, а Эдит была старше его на три года, поэтому им запретили видеться. Но когда Толкиену исполнилось 21 год и он стал совершеннолетним, он писал Эдит письмо с предложением руки и сердца. Если вы хотите узнать историю Толкиена, а также знакомиться со всей вселенной Средиземьем, приходите в центр межкультурных коммуникаций. Мы вас ждем! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok